Привет, меня зовут Нортон на канале RocketPlay и сегодня мы с тобой поговорим об открытом бета-тестировании грядущего ребаланса. А также я расскажу тебе про собственный опыт и выскажу свое личное мнение по поводу этого всего. Итак, поехали! И первое, что нас ждет при входе в ОТС, это вот эта прекрасная приветственная табличка. К сожалению, это единственное прекрасное, что будет в этом ОТС. Пушки Прозрачным намеком на то, что новой метой будет Абакан, стало добавление нового образца с буквой М. Несмотря на то, что их тоже порезали, конкретно у этого образца 800 скорострела. К тому же из него вполне легко сделать АЕК. А дальше ты можешь просто посмотреть планируемые характеристики оружия и прослезиться. А вот как выглядят характеристики этой ветки оружия сейчас. Заметь, Абакана М нет, но графа Урон достойна войти в нашу память надолго. Времеты, несмотря на калибр, тоже претерпели изменения не в лучшую сторону. А вот для сравнения старые характеристики и шанс всплакнуть второй раз. Снайперские винтовки тоже попытались заруинить, забрав или понизив множители урона. Особую нелюбовь заслужила линейка СВД, которая, ко всему прочему, потеряла почти половину фактического урона. И снова возможность попрощаться со старыми характеристиками и сменить промокший на свой платок на свежий. Дробовики. Тут не все так плохо, но по некоторым моделям просто ужасно. Обладатели Сайги, бегите за валидолом. Специально для всех тех, кто дожил до этого момента, предоставляется минутка попрощаться со старыми характеристиками дробовиков. Обладатели Сайги, рыдайте, рыдайте в комментариях, я все пойму и поддержу вас. Пистолеты. Со скорострелами придется попрощаться. Зато обладатели Большого Урона стали еще сильнее. Намного сильнее. Ну а тут сам решай, плакать тебе или радоваться. Особенно если ты уже успел заиметь питон или дигл. Ну и вот тебе пример аукционной пушки. 417-го не было, поэтому за основу я взял 416-й, который, к слову, сейчас есть на аукционах. Смотри, что с ним сделали на ОТС. А вот таким он был. Как и ожидалось, ветку боевой брони понизили на пулестойкость. Причем некоторых моделей изменения коснулись не сильно. Если ты вдруг забыл, какими характеристиками обладала та или иная броня, вот тебе возможность вспомнить. Исследовательская броня получила незначительную прибавку к характеристикам. Особенно хорошо теперь смотрятся Мул и Скат-10. Сравни характеристики со старыми и радуйся, если уже успел сделать броню из этой ветки. Еще больше плюсов получила линейка комбинированной брони. Можешь порадоваться второй раз, если комба у тебя тоже есть. Примерно такие же плюшки получили и научные костюмы. А вот какими невкусными они были до этих плюшек. Популярный ригель стал еще более вкусным, получив дополнительно аж целую половину пули стоя. Недалеко от него отстал еще более популярный лазочек, получив еще треть пули стоя. А вот тебе для сравнения еще более вкусная легендарная штурма. Если ты как и я собирался его купить, то ты уже опоздал, а ведь цены на него взлетели и будут только расти. А что касается лично меня, вот тот набор брони и оружия, которыми я периодически пользуюсь. Те, кто приходят на стримы, знают, что совсем недавно я купил идущего в метели. Но тестовый сервер выдает мне бронюку армай, поэтому сравнивать я буду именно с ней. Разница лишь в том, что на игровом сервере у меня все заточено уже на плюс 6, а на тестовом лишь плюс 5. Но даже несмотря на это, разница ощутима. Армай, как и идущий, получили неплохое повышение пули стоя. Но вот оружие. После таких изменений хочется сделать лишь только одно. Эээээ, я не это имел ввиду. СБОРКИ Многие мои знакомые говорили о том, что сборки сильно подешевели и стали гораздо хуже. Я же в артефактах не сильно разбираюсь, поэтому судить не берусь. Просто покажу тебе свою сборку и что с ней стало в открытом тестировании. Как мы видим, почти все важные эффекты сильно понизились. Но зато добавили выносливость и убрали некоторые дебафы. Сами контейнеры тоже заруинили. Причем настолько, что одев свою сборку в открытом тестировании, я с удивлением обнаружил, что уже не могу с ней пягать. Не-не-не, погоди, не все так плохо. Мне нет. Несмотря на то, что сборки и пушки заруинили, а броньки апнули, есть еще плюсы. К примеру, всеми любимые энергетики и аптеки теперь действуют дольше и сильнее. А также, по слухам, еда будет давать дополнительные бонусы к живучести. Но лично мне дико не понравилось уменьшение характеристик оружия. И несмотря на утверждение некоторых блогеров о том, что скорострелы все равно будут метой, а уменьшение повреждений ни на что не влияет, вот тебе мой личный тест. Выходим с базы долго и зачищаем первую подвернувшуюся лежанку. На видео хорошо видно, что с моей любимой 93 беретой псевдоплоти легко убиваются с шести обычных патронов. И это не вплотную, а на сравнительно небольшом расстоянии. Теперь запустим бета-тест, и дабы повысить ужасные показатели урона, поставим экспансивные патроны. И вот нам уже приходится убегать от лежанки псевдоплоти. А если еще и кабан подвернется, то это чревато последствий. Замечу, это далеко не самые сильные лежанки. То же будет, если вы нарветесь на лежанку кровососов где-нибудь в Лиманске? Эксбо умалчивает. Да-да, я знаю, что сейчас набегут умники в комментариях и скажут мне, что нужно ходить с дробовиком. Но знаете, мне нравился пистолет. Особенно если учесть потрясающие баги дробовиков при перезарядке, когда дробь просто пролетает сквозь мутанта. Или когда ты стреляешь неполной обоймой и просто не попадаешь. Ах да, любители дробовиков. Их же тоже порезали. Кстати, стоит отметить еще один приятный бонус. С лежанок теперь выпадает больше бартерных ресурсов. В целом я не знаю, как относиться к грядущему ребалансу, поскольку результат еще не окончательный. Да, есть хорошие стороны, но есть и плохие, что лично для вас перевесит решать только вам. Лично меня радует то, что повысили пулю стою брони, поскольку теперь, по идее, умирать придется реже. Особенно если учесть пониженный урон оружия. Но мы ведь еще не знаем, как изменят артефакты. Возможно появятся такие, благодаря которым убивать станет еще быстрее и проще. Поживем, увидим. Поделись этим видео с друзьями, чтобы они тоже имели представление о грядущем ребалансе. И если у тебя есть что добавить, не стесняйся, пиши комментарий. Хотя нет, лучше постесняйся и выбирай выражение. Мы ведь с тобой культурные люди, верно? Если хочешь, чтобы такие видео продолжали выходить, не скупись, поставь лайк и подпишись. Для тебя не сложно, а для меня важно. Это был Норд. Всего тебе хорошего. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok